Раз, два, три, рекорд пошел. Так, всем привет! Сегодня какое-то число декабря, 10 утра. И сегодня у нас весь день на самом деле посвящен КММ. И с утра мы начинаем с воркшопа. Алексей Гладков из Лероа Мерлен, как я уже говорил, сейчас нам проведет воркшоп и покажет, как можно в существующий проект интегрировать КММ, создать модуль с помощью КММ и что-то в нем написать. Вы будете задавать вопросы, очевидно, мы будем давать на них ответы. У нас будет Q&A сессия в конце, у нас будет в конце возможность голосом ворваться, задать вопрос, поэтому не отключайтесь, если вам хочется повзаимодействовать и в конце задать вопрос голосом. Все, я выключаю шаринг обложки. Я всегда, конечно же, могу что-то сейчас забыть важное сказать, но вроде все сказал. И, Алексей, ты можешь теперь шарить экран. Да, давайте я пошарю экран, видно его? Да, тут можно использовать все механики ютубовские и говорить. Напишите в чате, ты, кстати, чат себе вывел, удобно, чтобы было видно. Я пока его не вывел, ну, чтобы, как сказать, немножко на вопросы не отвлекаться, а потом уже, ну, прочитаю. Окей. Вот. Так, ну, да, всем привет, меня зовут Алексей Гладков, я из компании Leroy Merlin. Наверное, сейчас у многих возник вопрос, а вообще, что здесь делает человек из компании Leroy Merlin, потому что мы, ну, не очень популярны на каком-то там IT-рынке и так далее. Мы вот известны как, да, строительная компания, которая там, ну, в DIY-секторе, то есть товары для, там, ремонта и так далее и тому подобное. Это все знает, а вот про какой-то наш IT, про нашу IT-часть особо, ну, как бы никто не знает. Тем не менее, чтобы обеспечивать вот всю инфраструктуру с, там, больше, чем 30 тысячами людей, да, которые в ней работают и магазины по всей стране, ну, достаточно мощное IT нужно, то есть, вот это, ну, там, распределенные системы, сервисы, погрузка товара, приемка и так далее, очень много всего. Но я, скажем так, нахожусь на самом вот таком участке, связанном с пользователями, именно мобильное приложение. И изначально пришел в Leroy Merlin как раз делать то самое мобильное приложение, которым пользуются, ну, потребители, да, то есть, которые приходят в магазин, через него можно заказать товары и так далее. Вот, как у нас вообще появился, вот, мультиплатформ, изначально, тут уже маленько мою личную историю, да, изначально я, как вот только начал заниматься разработкой, я, в принципе, писал, ну, так уж получилось, что задачи у меня были на нативный Android и нативный iOS, и я тогда писал на Java Objective-C, потом, соответственно, перешел на Kotlin и Swift, ну, и так всегда краем глаза поглядывал на всякие кроссплатформенные решения, потому что мне, естественно, тоже не хотелось писать один и тот же код дважды, вот, и там за 6-7 лет работы я несколько раз видел очередного убийцу нативных разработчиков, который там, ну, все, теперь все, точно натив не нужен, только кроссплатформ, да, и так далее. Но после прекрасной презентации, как написать Hello World, обычно, как сказать, через, там, пару-тройку месяцев появлялись статьи, что не все так замечательно. Вот, и когда вот я увидел Kotlin мультиплатформ, я вначале примерно так же отнесся, ну, типа, что очередной убийца нативной разработки, потом на Mobius 2019 я послушал, я уж не помню, правда, чей доклад по поводу мультиплатформа, или это тоже был какой-то, типа, между сессиями, что-то такое, и вот прям там сел в коридоре, буквально взял две наших опишки, короче, собрал из них мультиплатформный модуль, подключил, все работает, я такой, вау, ну, круто. И таким образом он у нас зашел, как бы, в приложение, оно сейчас на проводе работает, то есть на нем достаточно, где-то, наверное, треть функционала уже написано на мультиплатформе. Естественно, в крупном приложении перетащить сразу все внутрь мультиплатформы, ну, нереально, да, поэтому мы постепенно переписываем. Вот. Что сегодня будем делать? Сегодня попробуем, ну, есть у меня другой проект, не Leroy Merlin, такой простенький, который хотелось бы мне тоже вот перевести на мультиплатформ, и как раз вот удачно совпало с темой, что посмотрим, как это выинтегрирует существующее приложение, которое пишется, сопровождается и так далее. Вот. Поговорим о необходимом окружении для этого, что нужно, чтобы начать вообще, да, то есть небольшое такое тоже отступление. Я понимаю, что здесь могут быть Android-разработчики, iOS-разработчики, там, React Native-разработчики, и каждому из, там, существующих, да, может быть, не очень понятно, допустим, там, iOS-разработчикам, что там происходит в Gradle, там, Android-ам, что происходит в Xcode Project и так далее. Вот. Поэтому постараюсь объяснять по ходу, то есть, да, что где находится. Вот. Поговорим об окружении, которое надо, чтобы начать. Тону, как правило, для iOS-ников более тяжело идет, потому что им нужно дополнительные вещи ставить. Потом создадим модуль мультиплатформный, подключим к Android-к iOS, и сделаем небольшой такой участок логики, который у меня сейчас есть в приложениях, который я хотел бы вынести. Понятно, что, ну, всю логику мы сейчас, опять же, за воркшоп не вынесем. Вот. И заменим существующую вот платформенную, да, на то, что в мультиплатформе, и посмотрим, что это все работает. Ну, примерно вот такой план. Вот. Если план всех устраивает, тогда погнали, наверное, да? Да, погнали. У меня есть один блиц-опрос про Лен. Сколько у вас сейчас разработчиков? У нас на данный момент именно вот клиентское приложение делает три Android-разработчика, три iOS, ну, и я-то то там, то там. А, понял. В последнее время все больше менеджерских задач, чем разработческих, что иногда меня повергает в грусть, конечно. Да, да, я знаю. История, менеджерские задачи, доклады, воркшоты. Итак, давайте погнали. Давайте как раз об окружении поговорим. Сейчас я попробую, да, вот так сделать. Что нам надо? Ну, я буду говорить, что я конкретно использовал. То есть этого точно будет достаточно. Я думаю, более новые версии с ними тоже все будет отлично. Насчет более старых не уверен. То есть я использовал Android Studio 4.1.1. iOS-разработчикам, да, наверное, придется ее скачать. То есть, как бы, не пугайтесь, Kotlin имеет больше отношения к Kotlin все же, а не к Android, да. То есть первая проблема, наверное, с которой мы столкнулись, что резкое неприятие, типа, я iOS-разработчик, что я должен писать под Android и так далее. Здесь это просто IDE, и надо к ней относиться как просто IDE. Вот, нам понадобится специальный плагин. Я сейчас чуть попозже про него подробнее расскажу. У меня стоит Kotlin 1.4.20 плагин. То есть вроде как на любом 1.4 должно завестись нормально, но на всякий случай. И опять же, если вы iOS-разработчик, вам нужно будет установить GDK. Вот с этим мы тоже в Leroy Merlin столкнулись, что, как сказать, написали модуль, да, запустили его. Там два iOS-разработчика участвовала, у них все завелось, потому что они тестировали, а третий не участвовал. И такой, а он мне не заводится, сел и ждет, пока мы ему настроим. Вот, поэтому нужно GDK, Gradle. То есть их можно скачать с сайта Oracle, там, то есть просто последний релиз. Вот, ну, на этом такая суперкоротенькая презентация заканчивается. Давайте перейдем к проекту. Вот как раз мой проект. Это такой вот у меня небольшие квесты в реальности. Люди там ходят, смотрят достопримечательности и так далее. Но здесь не суть, да, чем они занимают. Суть то, что я хочу вынести как раз. У меня есть дата-слой. Ну, здесь все в одном модуле, да, оно очень маленькое. Я его один фактически пишу, сопровождаю. Так чисто для себя по папочкам побил, чтобы проще было разделять. Вот, в котором есть вот такая вот логика, связанная с конфигурацией. Это вот типа, что юзер прошел, да, там, сколько квестов прошел, на какой странице находится и так далее. Вот, и в iOS-проекте есть абсолютно то же самое. Я, кстати, заранее вот папочку с iOS-проектом скопировал в Android. Вот, поэтому вам тоже нужно будет сделать, если у вас они находятся вот именно как два разных проекта, да, лежат. Здесь тоже самое логика находится, только она здесь называется юзер, да, но в целом тоже с конфигурацией связана, абсолютно одинаковая логика. Вот, здесь нам понадобится, ну, мультиплатформный плагин, как я уже говорил. Смотрите, его можно очень легко подключить в секции плагинс, просто, ну, набираете в поиске, он у вас скачивается, да. Единственное, что у меня была проблема с тем, что я вот набрал в поиске, я пошел по стандартной документации на сайте Kotlin, а у меня плагин не высвечивался. Но здесь мне помогло обновить все, что мне предлагал Android Studio обновить, то есть до самой последней версии у меня плагин появился. У вас тоже такая проблема может возникнуть, поэтому имейте в виду. Вот, дальше попробуем создать вот, собственно, сам модуль мультиплатформенный, да, который нам понадобится в будущем. Здесь у нас, собственно, два, может быть, пути вообще, в принципе, даже когда вы вот решаете, да, начать этот вот путь с мультиплатформом, можно создать новый проект, а можно создать новый модуль. В чем разница, да, новый проект, он уже вам создаст заготовки, всякие там связи установит и так далее, которые мы сейчас ручками, да, будем устанавливать. И он подходит для двух ситуаций, на мой взгляд. Первая ситуация — это когда вы реально с нуля хотите начать новый проект и сделать его на мультиплатформе, да. А вторая ситуация, которую мы в Leroy Merlin используем, хранение вот в монорепозитории, бывает, что нужно проверить какую-то гипотезу. Например, ты там сделал что-нибудь в мультиплатформном модуле и хочешь посмотреть это, как это из кода будет выглядеть, да, из платформенного. Как вы с iOS это вызовете, как вы… Ну, с iOS, наверное, более интересно, потому что с Android это будет как стандартный Kotlin выглядеть. Вот. И для этого очень помогает такой просто тестовый проекте, где можно подключать классы, посмотреть, как будет выглядеть и так далее. Потому что у нас не в монорепозитории лежит, и мы вынуждены там, ну, процесс деливери, да, настраивать, и это сложно. Особенно, если ты в ветке что-то делаешь, и тебе нужно быстренько проверить, вот тут тоже подойдет монорепозиторий. Но мы пойдем другим путем, мы пойдем модулем, потому что у нас проект уже существующий, и в нем уже есть какие-то настройки, и нужно существующий, да, проект подцепить. Можно попробовать, конечно, создать новый и заменить вот получившиеся Android iOS проекты, но это такой себе путь, лучше через модуль пойти. Вот. Нажимаем New Module стандартный, да, для Android Studio. Выбираем, вот, благодаря плагину у нас должна появиться вот такая вот KMM Shared Module штучка, да, нажимаем Next, придумываем название для нашего модуля. Сейчас. У меня периодически здесь почему-то сходит с ума вот это вот поле ввода. Видимо, какой-то баг. И обязательно тыкаем галочку Generate Pack for Xcode Gradle Task. Нам она понадобится в будущем, я потом расскажу, зачем. Пока что обязательно на нее тыкаем. Нажимаем Finish. У нас там, естественно, какие-то файлики сейчас добавятся. Проект сейчас пересоберется. И сейчас я расскажу вам одну такую штуку, с которой я тоже столкнулся. Проект у меня, как я говорил, уже существующий, да, и в нем есть какие-то настройки. И вот они могут конфликтовать с настройками нового модуля, поэтому я специально не стал его исправлять и заготавливать, то есть потому что у вас может произойти то же самое. Ну, что-то он подскажет, как, например, вот здесь, да, то, что у вас версия Kotlin 1.3.7.2 стоит в Android проект, а что-то он не подскажет. И я потратил, ну, какое-то время на то, чтобы понять, в чего она, собственно, не компилируется, да. Ну, давайте мы поправим в первую очередь здесь версию на 1.4.20 тоже. Вот, потом, следующий момент, смотрите, у нас сгенерировался модуль, наш Shared, да, у него сгенерировался в том числе Build Gradle, и у него есть часть с Android. Все остальное мы сейчас попозже посмотрим, зачем оно надо. У него есть часть с Android, и здесь у нас есть некоторое расхождение. В частности, у меня минимальная версия 21, здесь версия 24, да, и здесь, смотрите, Compile SDK version 29, а в Android проекте у меня Compile SDK version 30. И вот из-за этого у меня не собиралось, я очень долго не мог понять, почему, потому что он какую-то вот, ну, ошибку не выдавал, просто не синхронизировался, и я где-то там глубоко в логах потом нашел, что, типа, чувак, у тебя вот Compile SDK version отличаются. Версии не должны отличаться, давайте мы сейчас синхронизируем. Это какое-то время займет, ну, и как бы у вас тоже, да, могут возникать какие-то ошибки, по ходу очень, я реально скажу, по своему опыту очень помогает еще раз перечитать документацию на сайте Kotlin, мы потом, наверное, ссылку обязательно скинем на нее, вот, внимательно перечитать, потому что несколько раз я, ну, понимал, что я пропустил какой-то шаг, и из-за этого у меня, там, допустим, что-то не собиралось, вот. Да, он тут еще предлагает запустить сразу миграции, тоже их полезно сделать. Это не очень много времени занимает. Вот, тем временем давайте посмотрим, чего он нам вообще тут сгенерировал, наш модуль. Сгенерировал нам три папочки, про папочки я чуть подробнее позднее расскажу, когда пойдем вот добавлять это в iOS. Сгенерировал он нам вот общий некий код, ну, функцию, естественно, с чего, да, начинается любой новый проект, начинается с Hello World. Тут как бы понятно. Но здесь у нас мультиплатформная версия Hello World, мы на Android показываем Hello Android, на iOS показываем Hello iOS, да. Дело в том, что у нас, ну, вообще сама суть работы мультиплатформы в том, что вы пишете какой-то один код на код линии, да, а он потом перекомпилируется в нужные нам таргеты, в Android, в iOS и так далее. Но мы с этим сейчас еще более подробно столкнемся, когда iOS будем подключать. И, соответственно, он нам показывает какие-то вот платформенные штуки. Вот, и здесь нам для демонстрации именно того, что это просто платформа, нужно показать Android, нужно показать iOS. У нас все настроилось, апмодуль появился, Android снова доступен. Давайте мы попробуем подключить вот этот вот наш код, который нам сгенерировал модуль по дефолту в BuildGraddle, ну, то есть к Android проекту, к iOS проекту. Я предпочитаю делать именно так, потому что бывали ситуации раньше, когда я, допустим, там, ну, понятно вроде, да, что я буду пробовать, да, то есть уходил дальше, 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 потом у меня что-то не работало, и я очень долго пытался понять, на каком конкретно шаге я зафейлился. Поэтому я рекомендую вначале все-таки подключить модули, убедиться, что они работают, а потом уже в них писать, там, ну, что вам нужно, да, ваш код какой-то. Вот, для тех, кто с iOS, мы сейчас фактически просто подключаем библиотеку, она у нас называется QuestShared. Давайте засинхронизируем. Ну, и мы сейчас просто убедимся, да, что у нас выведется строчечка, вот это вот, hello, Android. Для этого просто в Application классе мы вызовем компанию, ну, эту функцию, greeting, ну, greeting class, вернее, и просто логом ее выведем. А, там же просто сразу hello, Android, да. Да, у нее функция также называется greeting. Так, давайте запустим. Пока у нас все билдится, я тут прочитал в Q&A вопросик, и сразу хочу ответить, потому что вижу, что iOS-девелоперы уже начинают страдать. Они спрашивают, можно ли скачать GDK, не регистрируясь на сайте Oracle. Вот я сам хочу ответить, потому что я всегда сидел на Linux, но всегда был либо Java-разработчиком, либо Android-разработчиком. И потом, когда я пересел на Mac, я тоже задался этим вопросом. Как себе установить SDK, не регистрируясь на сайте Oracle? Есть два способа. Первый. Делаешь Brew, и в Brew добавляешь себе пакет adopt.gdk. Ну, типа загуглите brew install.gdk или brew install.java, и там есть специальные модули, чтобы через Brew прям ставить. Вторая штука, есть тулза, называется SDKman, и там все штуки, инструменты, языки программирования, все, что связано с JVM, с Java, можно поставить через консольную тулзу. Вот я сейчас использую SDKman, поэтому ее SDKman можно тоже через Brew поставить. Поэтому пользуйтесь, ребят, не страдайте, не регистрируйтесь на сайте. В общем, все, что угодно можно поставить через Brew. Да. Вот, мы увидели строчечку, и тем временем у нас проект сбилотился, и мы увидели строчечку Hello Android 29. То есть фактически наша библиотека подключена к Android. Давайте теперь, сейчас будет уже больно немножко для Android разработчиков часть, мы перейдем к подключению того же самого к iOS. Ну, что нам нужно сделать? Как я уже говорил, да, Kotlin, ну, вот мультиплатформа, его прелесть, вот основная, то, что меня зацепило изначально тогда на Mobius, это то, что это не какой-то там, не знаю, бридж или еще что-то, да. Мы компилируем, ну, то есть вся нагрузка ложится на стадию компиляции, мы компилируем нативный фактический фреймворк для того, ну, для той платформы, которая нам нужна. В случае с iOS, это, соответственно, iOS, да. И, ну, для этого нам нужно чуть больше шагов сделать в данном случае, то есть в Android мы просто написали implementation, в iOS мы сейчас сделаем, ну, три шага фактически. Для, там, Android разработчиков не пугайтесь, эти три шага надо сделать один раз, после этого у вас все будет работать, ну, практически там автомагически, да, как говорится. Первое нам нужно будет сделать, помните, мы галочку доставили, таску Pack for Xcode. Эта таска у нас генерируется вот здесь, вот в Build Gradle. Да, вот она, эта тасочка. Она генерируется, опять же, автоматически. Она все, что вам нужно собирает, собирает в правильной конфигурации, да, и кладет специальную папочку, которая так и называется Xcode Frameworks. Вот, соответственно, вы просто оттуда его потом подключаете к своему проекту, и, пожалуйста, у вас все работает. Давайте мы соберем. Я не знаю, сколько времени у него потребует, чтобы собрать, надеюсь, быстро. Ну, опять же, Mac мой уже давно пошел на взлет, потому что у него одновременно Android Studio, Xcode и трансляция ведется, поэтому, наверное, какое-то время займет. Тут есть еще один вопрос. Можно на него ворваться. Сколько по размеру добавляет Kotlin Native в iOS-приложение? Вот, и тут уже есть ответ даже от участников. Пишут 400 килобайт, сам рандайм, и карутины полтора мегабайта. У меня к тебе вопрос. У вас в Leroy Merlin вы когда добавляли, вы мерили как-то импакт? Вот, действительно. Мы, если честно, вот именно по размеру, мы по размеру вот прям конкретно не замеряли, сколько это, ну, то есть мы посмотрели, что билд как-то, ну, не критично увеличился, да, и, типа, не было такого, что мы добавили мультиплеформу, он, хоп, там плюс 100 мегабайт добавился. А у нас билд там 50, что ли, или 60 метров есть, вот мы бы заметили, ну, существенную разницу. Вот, и как-то нет, не замеряли, честно говоря, сколько он именно добавляет по весу. Ну, хорошо, что ответили. Да, тогда будем доверять ответам слушателей, пишут, вот еще раз дублирую 400 килобайт сам рантайм и карутины 1,5 мегабайта. Это, конечно, забавно, что карутины такие массивные. Вот, у нас тем временем, да, у нас тем временем все сбилдилось. Давайте перейдем в Xcode. Так, сейчас я перетащу вот эту штуку вниз, которую вы не видите. Так, и здесь нам, это был первый шаг, да, собственно, создание самой библиотеки. Вторым шагом давайте мы подключим, подключим нашу библиотеку к проекту. Так, лежит это все, ну, вот у меня папочка, да, где лежит, собственно, сам проект. И все это лежит в вашем shared-модуле, папке build, Xcode frameworks. Сюда его помещает как раз вот этот пак Forex-код таска. Вот, и, как бы, ну, казалось бы, добавили библиотеку, что нам еще нужно, но нам нужно, чтобы наш компилятор находил эту библиотеку, да, в момент того, как мы будем собирать наш билд, поэтому нам нужно еще будет кое-чего добавить во framework SearchPS. Я пока в дебаг только добавлю, ну, понятно, да. Можно, в принципе, вот так я долго экспериментировал, но можно сделать SRC root, выйти на папку выше и сделать рекурсивно, и, в принципе, этого должно быть достаточно. Так, давайте попробуем собрать, так сказать, помолясь, надеюсь, оно соберется. А hello, ты тут тоже. Да, и напишем hello world, наверное, уже в iOS-проекте. Еще, кстати, важный момент. Сама библиотека binary, да, она тоже автоматически сгенерирована, она, в принципе, называется так же, как вот вы название ввели в визарде, да, то есть она будет называться QuestShared, название можете менять, как вам там больше нравится, ну, опять же, не вижу особого смысла его менять, да, там сильно, вот, но импорт внутри вашего iOS-проекта будет тоже называться QuestShared, соответственно, когда у вас там все соберется. Сейчас в тишине можно было слышать, как у меня летит маг, как он меня гудит всеми вентиляторами. Я тогда еще один вопрос, я тут по маленьким вопросам иду, чтобы их можно было быстро отвечать. Вопрос такой, проблем с подписью фреймворка не возникает в Xcode? Это, я так понимаю, про релиз вопрос? Да, ну, у нас особо, ну, никаких проблем не возникало с этим. У нас вообще, ну, мы в итоге, как сказать, мы в итоге пришли к тому, Валерой Мерленом, маленько забегая вперед, что у нас это через CocoaPod ставится, как библиотечка отдельная, вот, и для того, ну, опять же, сделано, чтобы не травмировать iOS-разработчиков, чтобы для них это выглядело как вот стандартный флоу, самый, что ни на есть. Но нет, никаких особых проблем не возникало. Так, у нас тем временем скомпилировалось. Давайте зайдем в интерактор. Это класс, ну, скажем так, стартовый в данном случае в моем приложении. Подключим наш модуль. Ну, и давайте где-нибудь на старте вот здесь напишем, тоже принт выведем. А, да, нам нужно создать объект же вначале, грейтинг. Вот, он, как видите, создается как обычный класс. Тут есть одна особенность, ну, потом чуть позже расскажу, связанная с интеропом между Kotlin и Objective-C. Ну, здесь это пока обычный класс, то есть вы можете у него вызвать также функцию грейтинг. Как видите, даже код в Android и в iOS вообще ничем не отличается. Да, ну, я мог не брать, ну, ладно. Так, давайте запустим сейчас. Здесь у нас где-то, где-то в принте должно вывестись Hello iOS 14 там с чем-то. Вот, пока оно запускается, может, там какой-то еще есть вопросик небольшой. Нет, пока ничего не спросили больше. Спросили, тут... Ну, они большие, да? У нас семь вопросов, вот. Тут есть такой вопрос. Я просто коротенький пытаюсь выбирать, я тут листал. Сейчас. Вот есть, короче, маленький последний вопрос пока. Почему не выбрали Flutter? Вот. И вопрос скорее такой, вообще была ли идея пробовать что-то, кроме KMM для своих задач? Но, насколько я понял, Алексей, как бы... Ну, ладно, сам скажи свое мнение, что я буду за тебя. Да, да, я скажу. На самом деле, отличный вопрос, потому что, когда я вот вообще только пришел в Леруа Мерлен, у нас еще это все было, ну, на подряде разрабатывалось, и там стоял прям реально выбор, обсуждение, а как мы будем переделывать наше приложение. Сейчас четвертая версия, третья вот делали подрядчики. И Flutter, разумеется, там фигурировал. На самом деле, бой был между Flutter и KMM. Ну, не KMM даже, а нативом и Flutter. KMM уже позже появился. Вот. И в итоге мы пришли к тому, что вот этот вот гэп, между тем, как оно появляется где-нибудь на платформе, да, и оно во Flutter появляется там где-то с полгода, наверное, проходит, он для нас оказался слишком критичен. И плюс еще есть проблема с наймом, да, то есть, и как нам хотелось сохранить часть старой логики от того, что там подрядчики сделали. И поэтому вот в силу, скажем так, исторических причин было принято решение на нативы писать. Ну, а потом уже Kotlin Multiplatform просто хорошо к нативу присоединился. Но у нас есть другие приложения в Leroy Merlin, и одно из них вот будет писаться на Flutter. То есть мы пробуем и то, и то, и у нас React Native разработка есть внутри, поэтому как бы... Так, у нас вот тут куча всяких логов, да, и вот среди них можно... Вы местная мека кроссплатформенных решений. Все попробовали. Ну, натив на самом деле у нас тоже есть, то есть, как бы и развивается, ну, то есть клиентское приложение, да, оно вот, ну, весь презентейшн слоем по-прежнему на нативе. И вот то приложение, которое сейчас на Flutter переписывается, оно тоже было нативное, но, да, в итоге пришли к тому, что на Flutter хотим. А одно из приложений — это вообще такой монстр Франкенштейна, который мультимодульный, да, он содержит все модули и нативные, и React Native, и там на Flutter планируется, короче, такое вот очень большое разнообразие есть. Вот, среди кучи всяких строчек мы увидели строчечку Hello iOS 14.1, значит, в iOS наша библиотека тоже подключилась, и, соответственно, с этим этапом мы закончили, да. Немножко давайте вернемся к нашей презентации. Мы так проскочили два этапа Android и iOS. Сейчас будем пробовать реализовывать общую логику. Немного скажу о том еще раз, что за логика, да, есть конфигуратор, который показывает, такой синглтончик, да, который показывает в приложении, на какой странице юзер находится и так далее. Ну, такой стандартный во многих приложениях такой конфигуратор есть. Вот, и здесь возникает вопрос. Вот мы, опять же, открываем наши папочки, да, видим Common Main, Android Main, iOS Main, и вот, ну, с чего начать? Мне надо начать писать. Я хочу сделать стандартный репозиторий. Внутри него будет там Local Data Source, Remote Data Source. Куда, с чего мне начать, что мне делать, да. Да, смотрите, здесь у нас есть такая вот небольшая иерархическая структура. Так как я говорил, что мультиплатформ компилируется, да, в различные платформы, да, которые таргеты у нас есть, то у нас есть общая папка, где лежит общий код, который будет перекомпилирован в любом случае, это Common Main. Но иногда Common Main нам может быть недостаточно. Дело в том, что нам, возможно, понадобится, вот, опять же, в Леруа Мерлин есть реальный опыт того, как мы общались через кейчейн, да, между платформенным кодом и мультиплатформом. То есть у нас есть общий шереный токен, да, который нужен пользователю, его там платформа кладет в кейчейн, из шерета мы достаем. Наоборот, шерет кладет в кейчейн, из iOS мы достаем. Соответственно, нам нужно, ну, чтобы были какие-то платформенные фичи, да. И вот они как раз делаются в таргетовских папках, то есть это iOS Main, это Android Main, это, может быть, JS Main и так далее. Количество таргетов определяется у нас вот здесь, в BuildGradale, то есть мы здесь прописываем, да, там, ну, мультиплатформный мобайл модуль, логично, что создает iOS и Android, но тут можно там JS, GVM добавить, я не знаю, какие там еще сейчас таргеты существуют, я просто не успеваю за этим следить. Соответственно, у вас будут сгенерированы под это source set, и Common Main будет сгенерирован в любом случае, и вот, ну, вот эти Android Main, iOS Main и так далее от того количества таргетов, которые у вас будут указаны. Вот. И, соответственно, если мы хотим писать, начать мультиплатформный код, то мы должны начинать, ну, скорее всего, с Common Main, да. Вот. Что я сейчас создам? Я сейчас создам репозиторий, у нас так принято, что у нас все это лежит в специальных фичах, ну, папках фичи. Вот. Наверное, я сам код писать не буду, потому что, ну, не очень, наверное, интересно смотреть, как я умею печатать, вот. Поэтому я сделал небольшие такие заготовочки. Чего? Я говорю, потому что я менеджер, говорит, код писать не буду. Да-да-да, потому что все, мне уже неинтересно. Вот. На самом деле, конечно, очень интересно. Да, поэтому я сделал небольшие такие заготовочки, я их буду вставлять, да, по очереди, объяснять, что здесь есть. Ну, первая — это, собственно, моделька, она ничего особенного под собой не имеет. Буду немножко объяснять для, там, допустим, поскольку код все-таки на код, или не буду больше акцент на iOS-разработчиков делать. Data class — это, ну, такой некий аналог структуры, да, то есть это некий такой вот объект, такой иммутабельный, как правило, то есть чисто вот, ну, да, положить какие-то данные. Вот. Дальше мы создадим два интерфейса. Это аналог протокола, да, в iOS. Так, это у нас будет configuration local data source и configuration remote data source. Так. Сказал, я печатать не буду и начал печатать. Так, в local data source у нас будут, ну, в общем, достаточно стандартные функции, плюс некоторые ключи, потому что мы будем писать в хранилище, и нам нужно будет ключи, чтобы записывать, ну, понятно, да, ключ значения. Вот. Здесь стандартные штаммы, что есть функции, это положить конфигурацию и, там, достать конфигурацию. Собственно, вот две, да. И в remote data source будет, ну, плюс-минус то же самое. Здесь не будет ключей, потому что это, как бы, взаимодействие с бэкэндом. Здесь единственное отличие, что здесь функции suspend. Это значит, что они работают с коррутинами. То есть для iOS, постараюсь объяснить, то есть они будут трансформированы в iOS, ну, мы увидим еще, да, в completion handler. То есть это будет, ну, типа, типом многопоточный запрос такой вот, скажем так. Так, дальше нам нужно будет создать, собственно, сам репозиторий. Сейчас я посмотрю, да, configuration репозиторий. Здесь все тоже более-менее стандартно. У нас обычный класс, который содержит в себе две зависимости. Это, ну, типа, local зависимость и remote зависимость. Remote зависимость мы сейчас реализуем, ну, через mock, да, то есть мы не будем прям запрос к серверу писать. Ну, и тут какая-то вот примитивнейшая логика, да, то есть, типа, фечнули сервера, если null, там, достали локальную, если не null, то сложили в локальную, вернули remote, да. То есть, ну, опять же, более-менее стандартный запрос. Я думаю, многие из вас что-то подобное писали в своих проектах, неважно iOS, Android, там, Flutter, React Native и так далее. Вот, ну, и давайте mock вот это вот сделаем как раз. Тут у нас будут как раз вот такие вот блокеры, ну, то есть, грубо говоря, мы эмулируем некий запрос к серверу, да, с задержкой в одну секунду. Но здесь нам понадобится библиотека Caroutine для того, чтобы мы работали. И вот здесь тоже важный вопрос, как нам работать с библиотеками. В целом существуют, ну, как и мультиплатформные библиотеки, которые имеют тоже свои вот зависимости, да, в Android main модуле, в iOS main модуле и так далее. А существуют библиотеки, которые достаточно там, ну, или, например, вы их только в common не используете, их достаточно только в common подключить. Здесь вот не очень очевидно, что надо прописать вот так вот dependencies, да, и сюда вот уже можно подключать зависимости. Возможно, стоит как-то, не знаю, доработать модуль, сделать какой-то вот здесь вот стаб, типа написать, что сюда можно подключать зависимости и так далее. Ну, это уже, как сказать, на усмотрение ребят из JetBrains. Вот. Сюда можно писать зависимости, чтобы не искать, там не бегать, я специально скопировал тоже заранее. Вот. Подключаются они вот таким вот образом для iOS, опять же, ребят, которые, допустим, с Gradual не взаимодействовали, то есть пишите implementation, ну и вот, собственно, саму библиотеку. Сейчас синхронизируем. Тасочку должно быть, должно быть достаточно быстро. Да. Вот. И, по идее, у нас тут должно, сейчас он проиндексирует, все, да, и у нас появились, что доступный дилей. То есть это у нас, опять же, я говорю, то есть мы здесь как будто бы кидаем запрос на сервер. Вы можете погуглить, есть такая библиотека cater, ну, HTTP клиент, по-моему, тоже, да, JetBrains сделано, если я ничего не путаю. Вот. Да, да. Вот. И оно вот дает вот любой вообще все, что вам нужно, функционал взаимодействия с там запросами на сервер и так далее. То есть там отдельный даже пункт меню есть, как работать на мобильных приложениях. Вот. А теперь самая интересная часть – это вот реализация нашего Configuration Local Data Source. Дело в том, что в Android я использую для этого Shared Preferences, в iOS я использую User Defaults. И, соответственно, мне как бы надо бы, чтобы у меня и там, и там, да, работало, чтобы у меня и User Defaults и Shared Prep использовались. При этом мне надо, чтобы я мог с этим взаимодействовать из Common Code. То есть, как вы видите, в репозитории я, ну, типа, дергаю запросы из Local Repository, и мне не важно, ну, как именно он реализован. Мне главное вот, ну, именно сам интерфейс, да, то есть что я могу засторить там Configuration и фичнуть. Вот. Есть два подхода в данном случае. Первый – это как сделано вот по умолчанию в модуле, когда вы его создаете. И здесь есть специальное ключевое слово Expect, которое позволяет нам, ну, говорит нам о том, что этот класс должен быть переопределен в наших Target-модулях. То есть мы должны в Android-модуле его переопределить, и он переопределен. Сейчас я его открою. Да, вот видите, с ключевым словом Actual и функция тоже помечена. То есть и здесь мы говорим, что здесь у нас Android-часть переопределена, и также он должен быть переопределен в iOS, и тут тоже, соответственно, да, видим, что Actual и так далее. И вот пользователи iOS, да, те, кто пишет под iOS, они могут уже с радостью сказать, о, UI-device, знакомые названия. То есть вы можете из вот этого платформенного кода дергать уже какие-то конкретные iOS-овские классы. Вот, ну, да, и iOS-овские там в целом Objective-C-шные. Вот, есть второй подход. Вы можете сделать интерфейс, да, просто один общий и взаимодействовать дальше с классом, как с интерфейсом, а дальше уже не писать никаких аннотаций Expect to Actual и просто создавать реализации внутри ваших вот платформенных модулей, да. Давайте мы начнем с Android, также создадим features, так, configuration. И создадим некий такой вот Common Configuration класс. Унаследуем его от, ну, давайте я вот уже скопирую, чтобы, опять же, не писать все это, достаточно долго писать. Унаследуем его от нашего интерфейса, вот этого Local Data Source. И здесь, смотрите, здесь мы, во-первых, можем, да, вполне себе, сейчас я импорт и все сделаю, вот, во-первых, мы можем вполне себе использовать контекст, мы можем использовать shared pref, мы можем, то есть, ну, мы полноценно работаем как с Android, да, то есть мы можем брать вот эту логику и реализовывать ее даже не на Android клиенте, а прямо внутри самой библиотеки, то есть такой как бы поставлять, знаете, из коробки, да, все работает. То есть вам не надо оставлять кусочек интерфейса, а потом на платформе его дописывать. Нет, вы прямо из коробки поставляете рабочую модель. Если вам что-то надо с платформенным сделать, да, то вы, соответственно, просто, ну, берете и делаете это вот прямо здесь, а не куда-то там наружу выбрасываете. Мы также сделали работу с кейчейном, да, у нас был такой поинт, что мы можем перекидывать там интерфейс, какие-то колдбеки, токены кидать в библиотеку, из библиотеки, но в итоге мы пришли к выводу, что работать через кейчейн гораздо удобнее, потому что все инкапсулировано в самой Libby. Она сама знает, чего ей надо, она сама достанет, сама положит, и никаких вот для сложностей для разработчика, который, допустим, не участвует в мультиплатформе, для него никаких сложностей не будет. Он ее просто подключил, и она просто работает, да. Вот, теперь давайте перейдем к iOS. Здесь, в принципе, сделаем то же самое, но здесь будут некоторые нюансы. Так. Во-первых, да, обратите внимание, что здесь в конструкторе что-то есть, а здесь в конструкторе ничего не будет, потому что нам user defaults и так доступен. Здесь, как вы видите, класс побольше, и у этого есть объяснение. Итак, что у нас здесь? Здесь вообще очень интересная штука. Я для себя такую вот аналогию выбрал, не знаю, как вам она подойдет, нет. Дело в том, что, ну, вы знаете, например, у английского есть куча акцентов, да, там есть там рунглиш, хинглиш и так далее, то есть вот такие вот варианты акцентов, которые, допустим, когда русский говорят на английском, когда там индийцы говорят на английском и так далее. Вот, и у меня вот прям один в один такое же ощущение от вот этого кода на мультиплатформе, потому что это какая-то адская смесь из Objective-C, адская в хорошем смысле из Objective-C и Kotlin. То есть вы пишете вроде бы чисто Kotlin-овский код, да, там private val user defaults, а потом вы пишете user defaults, стандарт user defaults, то есть это уже чисто такой iOS на Objective-C-шный код. И в этом есть некоторые сложности, потому что, например, вот опять же, тот самый многострадальный кейчейн приведу. Когда я его писал, были некоторые проблемы, связанные с тем, что ты можешь найти решение на iOS, ты можешь найти решение там, на Kotlin не можешь найти, потому что это iOS-ная штука, ты можешь найти решение на iOS, и оно, как правило, будет на свифте, да. А вот адаптировать его не просто под Objective-C, а под Objective-C на Kotlin, это уже, ну, такая задача посложнее, да. Однако здесь есть, ну, некоторые свои договоренности, например, как видите, user defaults работает, да. Почему, допустим, мне нужно, вот у меня сам по себе, само по себе поле, оно интовое, да, Kotlin int. Почему мне нужно его переводить к лонгу? Дело в том, что мы, ну, сохраняем set integer, и вот даже здесь, когда наводите на подсказку, написано, что integer — это, ну, дикий type-aliens на Kotlin long. И вот много таких достаточно договоренностей, вы можете найти на сайте Kotlin документацию, типа там, она там так называется, Kotlin и Objective-C-interop, и посмотреть, какие Kotlin-овские классы соответствуют каким Objective-C-шным классам. И вот, и наоборот, соответственно. Ну, и плюс это потом еще сейчас вот на iOS увидим, дает некоторые сложности, я про них тоже подробнее расскажу. В принципе, ну, само хранилище мы по большому счету сделали, давайте мы его еще раз соберем для того, чтобы сейчас запустить на iOS, и посмотрим, как он у нас отработает на iOS именно. Так, давайте Pack for Xcode. Пока ты как раз собираешь, мы, когда делали прогон, как раз обсуждали этот вопрос, что типа как можно не руками постоянно вызывать Pack for Xcode, например, сделать настройку в Xcode, чтобы автоматически подтягивался свежий фреймворк, когда ты там все билдишь в Xcode. Да, есть такая настройка, можно сделать SH-скрипт на iOS, я специально его тоже вынес. Вот он вот примерно вот так выглядит. Все ссылки, естественно, мы оставим потом, ну, после того, как это все видео пройдет. На сайте с Kotlin документацией это тоже есть, это есть в новом проекте. Например, если вы вот с нуля создадите, можно оттуда выдернуть скрипт. На сайте Kotlin есть минус в том, что оно картинкой прикреплено, и, в общем, оттуда копипастнуть не получится. Вот, плюс там вот, допустим, нет вот этой строчки, у меня, допустим, ошибка была, когда я вызывал этот скрипт. Можно, да, отсюда и вот тут ссылочка на доку будет, то есть можно посмотреть, откуда это есть. Мне обещали, что там появится текстом это все вот на сайте через какое-то время. И, соответственно, можно, в принципе, вот пока что из ГИСТа скопировать, и, по идее, тогда при каждом запуске iOS-проекта у вас будет пересобираться вот этот ASCOPack for Xcode. А я еще добавлю, как тот, кто сильно много работает с Gradle, сразу такую штуку, даже если вы у себя, ну, билдите проект, и вы вызываете эту таску, например, Pack for Xcode, то Gradle, он инкрементальный, и если у вас ничего в мультиплатформенном модуле не менялось, то у вас на самом деле даже ничего не будет собираться заново, а те же самые бинарники вернутся, которые были, поэтому это никакого overhead не дает. То есть Gradle умеет, типа, различать, у него есть уже готовый бинарник, и ему надо новый, типа, надо или не надо собирать новый. Поэтому это также для... Если вас это, возможно, напугало, то не пугайтесь. Да, так, у нас, в принципе, собралось, давайте попробуем на iOS это еще раз подключить. Оставлю я специально гритинг, вот этот вот, я его специально не стал удалять, чтобы вы видели, что это именно, ну, кроссплатформенный модуль вызывается. Смотрите, у нас, у меня здесь использовался юзер-воркер для работы, да, то есть он хранил себе вот эту всю историю с конфигурацией. Опять же, я такую небольшую заготовочку сделал, то есть как будет выглядеть вот этот наш репозиторий в iOS коде, да. Выглядеть он будет примерно вот таким вот образом, то есть мы, ну, опять же, стандартные, в общем-то, классы, стандартные. Вот, и, в принципе, выглядит, ну, плюс-минус как-то так же, да, то есть у меня здесь просто, ну, не было никаких подзависимостей на разделение, да, на отдельный local data source, на отдельный remote, поэтому вот этих вот подзависимостей нет. Еще немножко вот забегая вперед, скажу, что мы, допустим, используем еще дополнительно DI внутри Leroy Merlin'ного модуля, вот, и у нас, соответственно, просто, ну, мы уже сразу готовые объекты проводим, а не вот, ну, то есть не надо каждый раз зависимости проводить. Вот, ну, я просто в рамках нашего воркшопа не успею еще DI показать, поэтому... Но его можно использовать, мы используем KDEIn для мультиплатформы, и как бы все отлично работает. Что мы заменим здесь, да? Мы заменим здесь, смотрите, здесь важный момент, то, что у нас, как бы, получается, suspend функция используется, и она превращается в iOS, в обычный completion handler, в configuration будет null, ну, оно будет null-абельный тип, в смысле, я имею в виду, и error тоже будет null-абельный тип, поэтому вот, ну, это, в принципе, похоже на стандартный запрос, ну, который можно, да, сделать, например, в сеть там или еще куда-то. Если у вас нет, допустим, запроса в сеть, и у вас только local data source, да, и вы не используете suspend функцию, то у вас никакого вот completion не появится. То есть это вот именно реализация suspend функции в iOS. Вот, плюс еще один важный момент, ну, как видите, код, да, в остальном в целом-то одинаковый, то есть вот эта вот часть, она основная здесь, и вот она основная здесь так же и выглядит. Вот, важный момент, то, что int котленовский, да, который вот у нас в библиотеке находится, он превращается, когда вы вот библиотеку скомпилируете, он превращается у вас в int32, вот такой вот тип, да, int32t, и, соответственно, вам придется его, ну, смапить в свифтовый int для того, чтобы вы могли дальше с ним работать. Это, ну, это такое пока что, да, неудобство, связанное с тем, что мы, и у нас interop именно с Objective-C идет, а не со свифтом, вот, и, соответственно, как мы это решили, допустим, в Leroy Merlin, да, мы, ну, у нас, во-первых, и так была обвязка, то есть нам любой код, который приходил из дата-слой, из доменного слоя, вернее, он у нас как-то преобразовывался через маппер, да, в presentation слой, и, соответственно, маппер никуда не делся, просто в маппере мы, ну, теперь добавили несколько вот таких int-овых штук, ну, и наоборот, да, когда вызов нужно смаппить, допустим, там в int64 или в int32. Это неприятно, ну, в плане, что, как сказать, лучше, когда этого не надо делать, чем когда это надо делать, но это не как-то не смертельно, и даже у того человека, который у нас, там, не захотел участвовать во всей этой движухе с мультиплатформой, он не вызывает никаких, вообще, там, ну, опасений или, там, неудобств и так далее, то есть он на это внимание не обращает. Вот, этот код я сейчас сотру, и давайте попробуем запустить. Должны увидеть, по идее, квест, ну, типа список с квестами, потому что в хранилище сейчас ничего нету. Пока у нас билдится, я хочу призвать всех голосовать за чужие вопросы в Q&A, потому что мы сейчас в конце будем идти сверху вниз по количеству голосов, и если вы хотите, чтобы какой-то вопрос был выше, и мы ответили на него раньше, то ставьте ему лайк, вот, и сможете, если вам надо, например, уйти раньше, уйти раньше, остальное потом в записи посмотреть. Момент истины. Ну, да, вот мы, в общем-то, увидели список с нашими квестами, также мы где-то должны здесь опять же увидеть строчку hello.iOS, да, вот она, вот, и, соответственно, мы сейчас используем уже код, получается, из мультиплатформного модуля, он написан фактически один раз. Давайте теперь перейдем к андроиду, попробуем то же самое подключить в андроиде. В андроиде будет чуть-чуть посложнее связано с тем, что в андроиде у меня есть DI, и нужно будет создать модуль, ну, то есть давайте мы его назовем, ну, я не знаю, shared-модуль, давайте так назовем. Пока Леша пишет DI, у меня вопрос, напишите в чат, и андроидчики, и ОСники, используете ли вы DI у себя, если да, какие библиотеки используете? Вот он, опять же, видите, все увидел, все зависимости увидел, то есть вот ссылка на нашу квест-шерд-библиотеку, все подключается, как обычный стандартный котлинг-код, как будто он у вас в вашем модуле написан. Вот, и я сейчас, собственно, да, скопирую саму функцию, которая у меня сейчас тоже работает в проекте. Так, тут у меня маленько в другом, в другом экране все это происходит, но смысл от этого не меняется, функция, в общем-то, так же выглядит. Вот она старая, давайте я сейчас к ней новую прям вставлю, то есть я раньше дергал, да, там read configuration делал, то есть единственное, что здесь добавляется, это то, что здесь теперь, ну, suspend функция, потому что в моем текущем платформенном проекте я никак с бэком не синхронизируюсь, здесь я добавил синхронизацию, чтобы как раз вот показать, как iOS будет взаимодействовать со suspend, вот, поэтому вот это изменение и есть, да, но вообще, если бы я не делал синхронизацию с бэком, да, какую-то, то я бы, соответственно, и, ну, так же смог синхронно все это вызывать. Так, нужно сюда еще configuration репозиторий добавить. Вот, здесь, да, toint надо убрать, здесь вообще даже ничего кастить не приходится, то есть int котленовский отлично в int котленовский переделывается, я думаю, тут не надо объяснять, почему никаких проблем не возникает. Можно на самом деле дергать, запускать запрос, давайте посмотрим, тоже опять же должно показаться просто список с квестами, ну, вот, примерно такой же, да, и мы должны увидеть Hello Android в логах. Так, пока мы билдимся, насколько я понимаю, уже, ага, так. Вот, что-то, да, куча-куча ошибок. А, ну, конечно, я ж в AppComponent модуль-то не добавил, молодец. Ух, уж эти даггеровские ошибки, которые такие, ну, на четверть экрана вылазят, и ты, господи, что я сделал? Одно из самых страшных, что я видел в Android разработке. Ты про даггеровские ошибки? Да. Или вообще про даггер в целом? Ты знаешь, у всего есть этот learning curve, когда ты в какой-то момент даже три года там попользуешься чем-то, ты уже можешь там по двум символам ошибки понять, что происходит. А вот с даггером так не работает. Сколько с ним не работаешь, вылетает какая-то ошибка, ты начинаешь сидеть так. Я забыл где-то что-то. Что не так, да. Что я забыл. Хорошо, конечно, что это не так, а не инфляция, а не в рантайме, но все равно. И еще, знаешь, момент тоже насчет кривой обучения, что обычно ты знаешь, так, ну я собрал Hello World, теперь я кнопочку прикрутил, теперь я класс создал. С даггером сразу попали в ад, и теперь вам надо все уметь, короче. Да, ну в общем, квест у нас загрузился, то есть этот код сработал, Hello Android мы опять увидели. То есть сейчас уже опять же работает мультиплатформный код. Естественно, ну то есть, допустим, чтобы прям полностью сказать, что я интегрировал это в свое приложение, естественно, мне надо там перетащить все запросы и так далее и тому подобное. Мне надо полностью настроить работу, да, и чтобы оно впрод пошло. Это само собой, это, как бы сказать, ну по умолчанию не обсуждается. Мы просто сейчас это все не успеем. В ссылке, я думаю, мы оставим ссылку на репозиторий вот всего того, что вы сейчас увидели. Там, естественно, все почищено от API-ключей и так далее. То есть, но в целом проект остался такой же, модельки те же самые. То есть можно довести до конца, да, и попробовать, как у вас получится. Можете попробовать на своем проекте. Наверное, на своем проекте оно как-то, ну, прикольнее будет. Вот. У меня на самом деле все с точки зрения, ну, какой-то практики. Можно, в принципе, на вопросы поотвечать. Супер, у нас как раз миллиард, и есть, есть что прочитать. Вот. Меня послушали, мне очень приятно, что вы расставили лайки, и у нас теперь есть некие вопросы в топе. Можешь остановить шаринг экрана уже, закрыть лейфкод, все, все, все хорошо прошло, без даже каких-то лайфкодингов, их затупов, типа, когда что-то не сбилдилось неожиданно. О, да, это стандартная вообще история. Да, можем считать, что все прошло хорошо, я надеюсь. Так, я добавил, так я надеюсь, как будто я не уверен, но я уверен. Я просто подумал, что мне это понравилось, но надо будет потом еще посмотреть, какие оценки ребята поставят. Так, первый вопрос от Ивана Мирошенченко. Я, кстати, напоминаю, что у нас еще будет возможность потом голосом залететь, задать вопрос, а пока все из Q&A отвечаем. Какие есть проблемы с работой с дженериками написания в Common Kotlin Code из iOS части? И тут уже есть, ты открой себе тоже Q&A, чтобы ты видел. Да-да, я вижу, вижу, да. Чтобы ты видел, что там уже есть какие-то ответы, и ты можешь там говорить, да, все так, как тут написано, или может тебе есть что-то добавить из своего опыта, там, из Leroy Merlin. Да, дело в том, что, ну, именно каких-то вот прям, ну, единственные дженерики, которые у нас используются на данный момент в проекте Leroy Merlin, да, именно в плане вот, ну, прям вот дженерики, да, в Kotlin, которые в Swift потом как-то отображаются. Это дженерики, связанные с библиотекой как раз кодеин, вот, и там она как бы на себя берет, да, вот эту всю интероп, весь iOS части и так далее. Поэтому я вот прям сказать именно, чтобы мы написали свой класс на, именно с какой-то вот, да, там, на дженериках и так далее, не могу сказать, что, ну, что появится или, может быть, ничего не появится. Но в целом, да, вот там Виталий Попов ответил, все идет через Objective-C, да, соответственно, просто можно, ну, представить, как сказать, ограничения, связанные с тем, что этот код фактически Objective-C-шный, да, код, и все, вот, то есть, ну, как-то так, наверное, больше не смогу ничего ответить здесь, потому что, опять же, говорю, дженерики мы пока не использовали, ну, это именно как-то вот массово не приходилось. Ты упомянул коды, вот, для тех, кто не знает, это такой DI-слэш-сервис-локатор-фреймворк, я на самом деле не знаю, к чему он относится, больше к какой концепции, потому что вроде к DI, но кто-то может так не считать, в общем. Ну, они сами пишут, вроде, что у них lightweight DI, типа. Ага, окей. Так, дальше. iOS-разработчики, я так понимаю, у вас в итоге пишут shared code на Kotlin или подключают то, что написали Android-разработчики через какого-то, и допиливают только iOS-ную часть, там, вьюшку и платформенные вещи. Да, и так, и так, на самом деле, у нас в итоге пошло следующим образом, что три, вот, ну, я говорил, да, что у нас три Android, три iOS-разработчика, два из них, из вот трех iOS-разработчиков, в итоге занимаются и shared кодом тоже, то есть они, ну, они, как бы сказать, не сильно развивают именно платформы, ну, в плане, как сказать, вот подготовительную, да, часть, вот эту всю обвязку с DI, там, и так далее, и так далее, но они вполне себе пишут, вот, ну, какие-то фичи, которые, ну, по примеру других, да, фичей, ну, вот, то есть большинство фичей заключается в том, что нам надо чего-то дернуть с сервера, как-то по взаимодействию с локальным хранилищем, как-то это все обработать и выплюнуть наружу, да, ну, по крайней мере, в Leroy Merlin, возможно, у вас, конечно, там, какие-то свои, да, сложности есть, вот, и на мой взгляд, на мой личный взгляд, Kotlin Multi Platform лучше всего подходит для таких задач, вот, и, как бы, они вот под примером, да, того, что у нас уже написано, просто берут, ну, поглядывая, да, на то, что было до этого и делают вот прям конкретные платформы, ну, shared фичи. Есть один разработчик, который, ну, не захотел в этом участвовать, это тоже, в принципе, нормально, он, для него это просто работа через CocoaPods, он подключает, у него есть получившийся, там, класс, ну, запрос, моделька в ответе, и он с ней работает, как с обычной моделькой, полученной, как бы, откуда угодно, то есть, вот, и так, и так есть. Я хочу задать один вопрос Саше, который с нами сегодня тут есть, он как раз не был на прогонах и не, ну, как бы, не видел всего прогресса, и я хочу его мнение спросить, вообще, насколько он до этого был знаком с мультиплатформой Kotlin, и насколько ему там стало понятно сейчас. Все-таки у меня есть нюанс, что у меня в проекте тоже есть льба на Kotlin, правда, там шарится сгенерированный код, это, как это, типа, безопасной аналитики, поэтому мне было, в принципе, понятно, что происходило. Единственное, что с CocoPots мы по-другому возились, чтобы с удаленной лепки на CocoPots подрубать, я писал скриптик под сам, чтобы они между выкачиванием и линковкой они собирался код исходный, то есть, выкачивает интерпозиторий, и до того, как с линковать, собирает код, кладет в фреймор, куда нужно, и при линковке он его находит, и все работает. Вот так вот я делал. Ну, у нас есть интерну, там, репозиторий, куда, да, тоже складывается, и мы оттуда его тащим уже. Так, окей, погнали дальше. Ну, вот, честно говоря, вот я сейчас еще вставлю, с точки зрения iOS-ников, все-таки Kotlin не суперудобный до конца. Для андройщиков вот так-то технология, она прям очень классно работает. Если бы в Zoom было удобно проводить голосование, а не супергеморно, то я бы, можно было бы сразу запилить сейчас, типа, чтобы все проголосовали, ну, все iOS-ники, да, проголосовали, что, типа, насколько им ок. Потому что все равно тут бэкграунд очень сильно может влиять, ну, или там какие-то, да, предпочтения твои, вот. Ну, кстати, вот среди тех двух людей, которые согласились, я потом поспрашивал, естественно, ну, то есть для меня это архиважно, чтобы людям было удобно, да, то есть чтобы это не выглядело как то, что я прибежал с инициативой, а теперь вы все давайте мучаетесь, как бы это, ну, нехорошо всегда. Вот, и они скажут, что, ну, как бы нормально, окей, мы все понимаем, экономится время, да, ну, типа, Swift роднее, там, Kotlin не такой удобный, короче, вот, такое примерно заключение было. Там, да, с синтаксисом, еще была глупая ситуация, мы любим namespace, знаешь, есть там сил класса, сил класса, сил класса, сил класса, вот. И это красиво получается в Kotlin, а в Swift только один уровень пробрасывает, условно, а остальные, ну, как бы теряют штуки. Мы такие, блин, а нам как раз эта штука, по-моему, да. Да, и там получается класс такой с названием таким, типа, там, LM Configuration SDK ENIT IOS Version 2.4.5.0 какой-нибудь такой вот дикий класс. Да, да, да. Есть такой момент, да. Виталий, я знаю, что в Zoom есть голосовалки, просто, чтобы мне ее провести, мне нужно авторизоваться в общем crew аккаунте, там, туда-сюда, у меня еще свой Zoom, ну, короче, это геморно с моей точки зрения, что мне нужно как-то авторизоваться в веб-версии, я не могу, типа, из UI-чка нажать, типа, старт, и типа, и все понеслось, меня перенесет туда, насколько я понимаю. Я потом потыкаю, может быть, это не так. И я, наверное, последнее слово с точки зрения IOS-ника вставлю. У меня там было дико неочевидно, что если объект будешь работать с несколькими потоками, нужно его зафризить, причем зафризить именно в коде на уровне IOS-а. То есть нельзя это сделать на уровне общего кода, нужно в IOS-е написать кусочек и сказать, объект приз, тогда ты будешь уверен, что Kotlin его не крашит при доступе из нескольких потоков. А там же можно, по-моему, аннотацию thread local повесить, нет? Это не поможет? Ну, может быть, можно thread local, но я помню, что это нужно сделать именно в IOS-части кода, то есть ты пишешь, что эта функция будет объявлена в андроиде и в IOS-е, можешь объявлять одно и то же, в IOS-е тебе нужно будет обязательно пометить, что она потокобезопасная. А, я понял, да-да-да. Тоже было неприятно. Я надеюсь, что все поняли, о чем вы говорите, потому что я не понял, потому что я не разбираюсь. Там кратко многопоточности Kotlin native на IOS-е не работают. У тебя все объекты поток небезопасны, и если ты вдруг нарушаешь это соглашение и используешь не только main thread, задумайся, нужно использовать только main thread, тогда безопасно будет. Вот, тогда у тебя Kotlin крашится. Понятно. Доступи с другого потока. Срочно звоните Kotlin адвокатам, они сейчас придут и вам расскажут, что все хорошо на самом деле, вы просто не знали чего. Там есть интересный файлик, я могу потом, наверное, пошарить дополнение для IOS-ников, где расписано, как Kotlin многопоточность работает. Потому что первым у меня был ватт, потом пошел файлик, почитал, а, ну понятно. Ну, кстати, мне самому на самом деле было бы интересно, ну, как это, ну, почитать, вернее, вот эту статью, потому что до сих пор у меня есть некая вот, ну, где-то туман войны такой в плане взаимодействия с потоками между Kotlin, Native и IOS-частью. В общем, да, есть такой момент. Так, значит, у нас еще целых 13 вопросов, мы можем после них обсудить все остальные моменты, потому что мне просто страшно, чтобы люди не отвалились, но они на самом деле только прибавились на один, поэтому ничего не произошло плохого. Следующий вопрос. Добрый день. Решали проблему подключения нескольких KMP-модулей без дублирования рантайма под IOS через Klib, например? Я не до конца, ну, как бы понимаю, что это за кейс, но, видимо, такое, что у тебя несколько есть KMP-модулей независимых, и тот, и другой, видимо, как-то дублируют рантайм, видимо, почему-то. Мне кажется, такой вопрос, когда вышью трекер и задавать JetBrains, если так действительно есть. Ну, а теперь Леша. Я расскажу, да, история у нас была, на самом деле, такая идея в том, чтобы сделать отдельно типа KMP-модуль с дата-слоем, потому что мы думали, что, возможно, мы будем на него накручивать другую домен-логику, да, то есть, ну, для другого приложения с теми же данными, но по-другому типа работающую, вот. И мы думали вначале разделить на два слоя, но у нас так и не завелось, мы как только не бились, то есть, ну, нормально вот скрестить не получилось, в итоге у нас в одном все модуле находится, поэтому, наверное, можно сказать, что решали, но не решили, вот так можно сказать. Окей, идем дальше. Возможно ли к KMP-модулю подцепить Kotlin-native-модуль, чтобы и в Android он компилился через LLVM? Я вот это вот как раз не понял, если честно. Тут я могу ворваться. То есть, в чем идея? У меня есть небольшой опыт в нативной разработке на плюсах. Типа фишка в том, что в Kotlin-мультиплатформе ты указываешь таргет, в который ты собираешь, и вот если ты указываешь таргет типа iOS, то вот у тебя там есть Objective-C, и он будет скомпилирован вместе с Anthropon, с Objective-C. Но если ты сделаешь таргет не Objective-C, а какой-то нативный таргет, ну, это будет похоже на как будто ты написал код на C на плюсах и сделал типа бинарник. И вот точно так же можно Kotlin-native-модуль в такую нативную штуку и подключить ее в Android, как некий там C плюс... GNI типа? Наверное. Вот я так представляю. Вот мне кажется, так должно работать. Но так не нужно делать. Наверное, мне это напоминает вот анекдот про Гланды, который... Ну, на мой взгляд, я тоже, если именно об этом смысл, то я не очень понимаю, в чем смысл этого. Ну, то есть, можно... Смысл может быть, наверное, такой, что у тебя есть какая-то либа, уже написанная нативно, и ты как бы подключаешь ее каким-то образом к себе в Kotlin-native, и в Kotlin-native пишешь нативный код, используя типа нативную либу не на Kotlin, но с каким-то там... У Kotlin-native же есть интероп там с нативными языками. Вот. И ты как-то его пишешь и так и подключаешь. Наверное, такой какой-то кейс может быть. Мне кажется, возможно... Ну, очень сложно, и, честно говоря, мы его, да, не решали. Ну, у нас такой просто необходимости не было. Так, тут тем временем прописовался другой вопрос и наверх взлетел. Типа, а как писать UI для обеих платформ по отдельности или можно общий? Вот. Ну, тут уже... Да, короче, у меня на самом деле несколько ответов на этот вопрос есть, и я такой думал, как вот как раз на него ответить, отвечая на тот вопрос, который внезапно вниз заминусовался, ну, вернее, ушел вторым, насчет недостатков, да. Ну, не знаю, насколько это можно отнести к недостаткам, потому что, на мой взгляд, это такая штука by design, то есть это так задумывалось, да. Да, но UI для обеих платформ, ну, общий пока не напишешь, и тут есть несколько концепций. Мне близка концепция, что это, наверное, и не нужно. Это одна еще из причин, почему мы мультиплатформ выбрали, потому что слишком много гайдлайновых различий, да, это вот тоже, допустим, то, что во Flutter смущает, и дело тут даже не во Flutter, а в самой концепции общего UI, да, слишком много гайдлайновых отличий между материал-дизайном, между этим Human Interface Guidelines, и хотелось бы их учитывать в интерфейсе, и это приводит к тому, что сам именно, само отображение, сама вьюшка, да, она несколько, ну, отличается. Вот, поэтому дизайн мы пишем по отдельности, можно, как вариант, можно, мы ждали этого вопроса, но мне придется, видимо, самому про это сказать. Теоретически, насколько я слышал, люди так делали, можно подключить, ну, наверх на KMM наслоить Flutter и делать еще и общий дизайн. Вот, это одно из решений, как мне видится. Наверное, можно также наслоить React Native, теоретически, опять же, не знаю, как это, ну, возможно или нет, реально. Вот, и из того, что я сам пробовал, это, правда, не iOS, Android, это Android и Desktop. Это вот недавно представили, он, правда, тоже в Альфе находится, Jetpack Compose для Desktop и для Android. То есть, теоретически можно вот переиспользовать какие-то вот такие общие элементы. Вот, и, ну, тоже подход, в принципе. Еще, как вариант, наверное, последний, который я могу предложить, это, вот мы обсуждали буквально перед началом воркшопа, сделать вот настолько, вот прям вынести, да, все в мультиплатформ, то есть навигацию именно через интерфейсы, через логику именно самой навигации, грубо говоря, утрирую, да, вынеся в итоге в мультиплатформ функцию там Draw или Render Screen, и вот в него уже напихать там конкретный платформенный кусок. Тогда вы, получается, только, ну, UI наклепаете и будете его переиспользовать. Ну, в смысле, будете его писать отдельно, а все остальное будете переиспользовать. Ну, вот как-то так, наверное, то есть какого-то прям вот серебряной пули здесь пока не существует, и, опять же, как я уже говорил, не очень-то и надо, наверное. Мне нравится решение, если у вас какая-то архитектура приложения, ну, не MVVM, а какой-нибудь типа Redux, ну, что-то такое однонаправленное, и у вас есть в конце какая-то моделька стейта, и реально у вас есть метод Render, ты задаешь туда этот стейт, а дальше что уже происходит на UI, ну, типа, легко написать платформенно. Либо другая штука – это когда у тебя твоя библиотека, она в виде SDK, в котором только бизнес-леер, да, и у тебя там презентейшн и UI вообще там никак не связаны, ты работаешь это как с любым сторонним SDK, это тоже хорошие варики. Ну, плюс вот в комменте написали, что есть Jetpack Compose. Для тех, кто не знает, Jetpack Compose – это от Google такой декларативный UI для Android, но вот JetBrains начали эксперименты, и был прототип Jetpack Compose для десктопа, вот, так что возможно они сделают Jetpack Compose какой-нибудь native для iOS-разработки, и тогда SwiftUI со своими релизами раз в год уйдет далеко, мне кажется, потому что я андроидчик. Кстати, возвращаясь к Jetpack Compose немножко и к моему приложению про квесты, мы сейчас в данный момент как раз пилим такую штуку, что, ну, должна же быть админка, да, где вот эти квесты забиваешь, и там как раз очень полезно то, что переиспользуемые ячейки, потому что чувак, который забивает, он видит то же самое, что потом должен видеть пользователь в приложении, и мы как раз вот эту логику начали переиспользовать благодаря Jetpack Compose. И, на мой взгляд, и мультиплатформный, да, вопрос с дата-слоем, соответственно, очень, как бы, вообще круто. Время не экономится просто вагон. А если еще учитывая, что backend тоже на Kotlin написан, можно какие-то и модельки, в принципе, переиспользовать. То есть начинает такая прям экосистема выстраиваться. Потом, наверное, когда мы доведем это до конца, я про это где-нибудь напишу, как это вот все получилось, но можно попробовать взять на заметку. Это не только про квесты, это про любой вот такой, знаете, ну, для контентщиков любая штука, на мой взгляд, очень удобная, да. Там надо сторисы пилить, бесконечно маркетинговые материалы, промо всякие и так далее. Очень можно сократить время на разработку, если сделать вот такое вот переиспользование. Погнали дальше. Я мониторю количество людей. Три человека отвалилось. Еще девять вопросов. Нужно успеть ответить на все, чтобы еще людей ворвать к нам, голосом обсудить. Поэтому предлагаю следующий вопрос. Если, ну, если, типа, видишь возможность, типа, лицом отвечать, типа, однозначно. Но если что-то прям есть интересное, то, конечно же, я не могу тебя ограничивать. Поэтому следующий вопрос. Какие недостатки есть у КММ? И в скобочках комментарии, что лично человек их не видит? Ну, это не совсем так. Постараюсь быстро, да. Во-первых, то, что написал Кирилл Терехов, все так. Во-вторых, что лично для меня, да. Вот InterOps с Objective-C очень хочется со Swift-ом. Нереально просто. Это самый главный, на мой взгляд, недостаток. Второй недостаток — это взаимодействие внутри команды. То есть, ну, iOS-разработчики напрягаются, это видно. То есть, это вот две самых таких ключевых вещи, которые я бы для себя отметил. Блин, хочу отдельный shout-out Кириллу Терехову, который тут везде отвечал. В комментах врывался. Видно, что суперопытный человек. Вот. Я хочу ему, не знаю, пять баллов дать в нашем конкурсе. Поэтому прийди в Slack мне в личку, чтобы я не забыл. И дам тебе, ну, или не пять, сколько там, модно, баллов. Да. Спасибо тебе. Есть ли удобный способ запаблишить KMM iOS-фреймворк, чтобы можно было подключить существующий PureSuite проект какого под? И в скобочках репозиторий. Есть такой способ. И отдельный. Кратенько, да. Есть такой способ. Кирилл Терехов опять же там подсуетился. Да, действительно, респект за то, что вот везде ответы есть. Если интересно, как мы сделали в Leroy Merlin, я готов поделиться. Напиши мне, не знаю, стукни в Slack. Еще куда-нибудь я тебе поскидываю, как мы это у себя сделали. У нас, у каждого спикера есть персональный канал, который в конце, когда сессию мы завершим, я еще попрошу вас проголосовать, поставить оценочки. Там будет ссылка на канал. И там Алексей и ссылки свои пошарит, даст. И вопросы ему дополнительные можно задать. Поэтому залетайте в канал и все будет хорошо в вашей жизни. Дальше. Вот как раз-таки про боль с многопоточностью, карутин на iOS или уже все починили. И тут Кирилл Терехов нам ответил, он уже, видимо, успел попробовать, что вот в 1.4 стабилизировали многопоточку и есть какой-то артефакт, какие-то примитивы синхронизации. У меня опыта с этим нет. Может, вы, Леша, уже у себя успели это как-то попробовать? Да, до 1.4 действительно было так себе. По всему интернету гулял такой мега-лайфхак, короче, как там надо диспетчеры вот эти iOS-овские засинхронизировать с карутинами котленовскими. В 1.4 все починили. Вы видите, вот у меня использовалась карутина в репозитории. Выглядит как обычный комплишн хендлер. Там есть вот та история, которую Саша рассказывал с фризами, вот доступами к объектам, но она вот либо через threadlocal чинится аннотацию внутри Котлена, либо через вот фриз. Ну, в общем, там есть способы, опять же, его порешать. Надо понимать, что это все-таки чуждая несколько iOS-у сущность, и это, грубо говоря, мы вынуждены строить некие мосты, некие аналоги при компиляции фреймворка, и, соответственно, говорю, мы, как будто я сам написал, ну, в общем, мы в плане, как пользователи, тоже там должны понимать, что эти мосты, они строятся, и, как сказать, вопрос в том, что они, в принципе, это работают, если соблюдать некоторые санитарные правила, они работают отлично, да, то есть можно же разные штуки, я могу скинуть вам GIST, где там описано вот прям весь мультиплатформный iOS-ный код, как мы это обернули в RxSwift, и вообще никаких проблем не вызывает, то есть мы дергаем это, как обычный Rx-запрос, комбинируем там, маппем, zip, что угодно вообще, короче. Можем ли мы посмотреть, какой интерфейс сгенерился через Command-Click? Давайте. так, пошарю опять экран. Видно, да? Да. Ну, вот примерно вот так. Ну, короче, ответ короткий, что можем, и вот прям проваливаемся в хидеры. Ну, да, кстати, по-моему, это сейчас я покажу, смотрите, если мы так, сейчас подсветим документации, то мы увидим, здесь, в декларации у нас будет стринг уже указан свифтовый, да, то есть, ну, в плане описания там и так далее, то есть, здесь все нормально. Не обязательно проваливаться внутрь, как бы, чтобы понять, что-то внутри происходит, но иногда приходится, да, справедливости ради. Так, вопрос, много ли пакетов для KMM, насколько активно комьюнити его развивает? Вот тут я хочу еще ответить, вот, да, Кирилл написал про SROG, я бы еще хотел ответить про Square и CashUp. У нас вообще в андрочках, я так думаю, слово open source ассоциируется с компанией Square, вот, и сегодня вечером будет как раз-таки человек из компании Square, который делает приложение CashUp и будет рассказывать в виде интервью уже, а не воркшопа, про то, как они используют KMM, какие-либо они написали, и вот я сегодня на пост, на претолке, пока вас не было, говорил, что у них там, вот, например, SQL Delight для работы с базами данных мультиплатформенно они написали. Workflow у них есть либо специальная, чтобы такой presentation slow и routing по приложению делать тоже мультиплатформенно. И еще я могу забыть какие-то штуки, но, короче, вот они очень много тоже контрибьютят, и короткий ответ, я просто от себя, как любитель open source, хотел сказать, что, типа, да, я думаю, ну, у меня почему-то такое ощущение, что больше, чем и лучше, чем в остальных просто платформах, но я, конечно, могу ошибаться, потому что я не знаю, как в других. Да, я добавлю вот как раз Кириллу, то есть, на самом деле, такой вот, Кирилл все ответил, да, как обычно. Вот пример с K-Chain, во-первых, есть библиотека, я забыл уже, как она называется, откуда я большую часть подсматривал, вот, и во-вторых, если надо чего-то допилить, ну, нам не подходило конкретно это либо, надо было именно допилить, да, вот, то очень много чего можно, ну, там, во-первых, можно самому это сделать и выложить, да, там, опять же, внеся вклад, комьюнити реально огромное, оно развивается очень быстро, то есть, фактически уже весь необходимый функционал, который вот прям 95% приложений закроет все их потребности, уже есть, мне кажется, да, дописывать свое, опять же, это тоже, ну, нормально, то есть, можно платформу развивать, опять же, если вы уговорите своих iOS-разработчиков писать внутри shared-модуля, ну, вот, то можно писать и внутри, как бы, вообще никаких проблем нет. Так, осталось 4 вопроса, ребят, сейчас будем залетать вживую после них. Так, тут что-то сложное уже пошло, но на него... Кирилл, на самом деле, ответил, я не знаю, что к этому добавить. Да, я для трансляции зачитаю быстро, когда необходимо actual запровадить, используя PureSwift Library без Objective-C аннотации, можем ли мы выставить Kotlin Common интерфейс и заимплементить этот интерфейс в PureSwift Xcode? И Кирилл Терехов нам ответил, что на реализующем протокол классе можно и без Objective-C, единственное, он должен быть AnyObject. На структуре Kotlin протокола реализовать не получится. Все, спасибо большое. Идем дальше. Как Kotlin Sources втянуть в Xcode из CocoaPods, чтобы можно было дебажить код из Xcode. И тут есть ссылочка от Кирилла Терехова от TouchLab Xcode Kotlin, поэтому, ну, блин, у тех, кто смотрит трансляцию этой ссылки не будет, поэтому гуглите Xcode Kotlin. Я еще можно от себя немножко добавлю? Что есть еще обратный вариант, то есть не обязательно дебажить из Xcode, я, конечно, понимаю, что это хотелось бы, но фишка, которую я не успел показать, но, как сказать, на мой взгляд очень крутая штука, сейчас давайте быстренько пошарю, если у вас есть Xcode Project, вернее, ну, в смысле, если у вас есть iOS проект, подключенный к мультиплатформу, вы можете в Gradle прописать, так, сейчас, это не то я открыл, прошу прощения, это старый, старый мой проект, ну, вернее, не старый, а Шеред на Шелеру Амерлен как раз, вот, вы можете прописать вот здесь в Gradle Property ссылочку на Xcode Proge, и, по-моему, так это пишется, Quest Go, это название вашего iOS проекта, да, и у вас на самом деле появится, должен появиться таргет iOS, прям внутри, ну, прям внутри вашего, вашей Android студии, соответственно, вам не надо отдельно запускать Xcode, он сам выполнит Xcode команды, вот, видите, оно появится, то есть у вас запустится iOS на симулятор, то есть вы можете это все настроить, указать, какой эмулятор он надо запускать, по-моему, мегаудобная штука, единственный минус в данном случае это то, что пока что у вас нету, ну, вот этой вот подсветки, да, там, подсказок и так далее, то есть, ну, редактировать код тяжело, но если вы, допустим, в iOS у вас уже совсем мало осталось, и вы в основном все делаете в мультиплатформе, не обязательно держать запущенный Xcode, просто чтобы, там, не знаю, стартовать эмулятор, можно просто отсюда жмакать и все, очень удобные, на мой взгляд, фича. Так, и два вопроса у нас осталось, буквально, первый из них, я правильно понял, что карутины из команд части не превратятся в карутины в свифт, они там есть вообще? Да, они, ну, не превратятся в карутины в смысле Котлина, то есть, там, ну, iOS своя логика, свои там диспетчеры, да, и так далее, то есть, как я уже говорил, это бридж, ну, то есть, это не, не впрямую вот те самые карутины, да, то есть, наверное, когда-нибудь в будущем это все разовьется, не то, что карутины, да, появятся в, в iOS, но, там, допустим, если интеропс свифтом сделать, оно как-то, может, по-другому будет выглядеть, но пока что, да, они не превратятся вот в обычные стандартные соспенд функции, как я уже показывал, они превратятся в completion, ну, то есть, вот такую вот completion функцию. И последний вопрос, но он был, видимо, к чему-то другому отнесен, поэтому я его, наверное, не буду зачитывать, вот, я останавливаю официальную трансляцию.